Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире. Быть коренным народом – фундаментальный стратегический элемент утверждения прав армянского народа. Цены Западной Армении – Георг Ачан. Вопросы армян в Западной Армении. Похищение жителя Арцаха, находящегося под защитой Международного комитета Красного Креста, является военным преступлением МИД Республики Армения. Немедленно подпринять шаги и урегулировать преднамеренный и просчитанный кризис в Арцахе. Конгрессмены США. Выходи из пещеры. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Защита прав коренных народов – это вопрос, за который Национальный совет Западной Армении борется уже 20 лет. 17 по 21 июля 2023 года участие делегации Западной Армении в состоявшейся в Женеве 16-й сессии экспертного механизма по правам коренных народов проявления этой борьбы. Полный пакет Национального совета Западной Армении в ООН передал председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян, в котором говорил об исследовании влияния милитаризации на права коренного армянского народа Арцаха. Господин Абрамян обратил внимание международного сообщества на доказательства, подтверждающие милитаризацию территории коренных народов с 1920 года, являющейся частью государства Западной Армении, с целью планомерного продолжения геноцида коренных армян присвоения принадлежащей им святой земли. Госпожа Лидия Маркусян рассказала о сравнительном изучении языков коренных народов, когда каждые 15 минут родной язык умирает в результате дискриминации и доминирования. Амалия Астрид отметила, в связи с представленной мне привилегией сопровождать делегацию Национального совета Западной Армении при ООН и ООН второй год подряд, я отмечаю. Национальный совет был лидером по многим вопросам, включая вопрос о коренном населении, который занимает важное место в повестке дня государства Армении в связи с недавними событиями, связанными с территорией Арцаха. Сыны Западной Армении Геворг Ачан. Геворг Ачан родился в 1971 году в городе Анджар, Ливана. Начальное образование получил местный гимназиат Ярдж и Галуз Кюльбекян. В 1984 году поступил в Депрэвак Зариян Каталикасат Великого Дома Килики, окончив в 1984 году учился в Ливанском музыкальном колледже Барсех Катначан. Преподавателем был армянский хормейстер, художественный руководитель Себастьян Арутюн Топекян. В качестве солиста выступал в хорах Шноурали, Каталикасата, Великого Дома Килики, Комитаса, Паруш Севака и Фая Триполи. Руководитель хора Ара города Анджар участвовал в консуре Барсех Каначан среди 14 школ, заняв первое место. Геворг Ачан выступал с сольными концертами в Армении, Арцахе, Вене и Катаре. Осенью 2020 года участник 44-дневной войны в Арцахе. Погиб во время освобождения высоты, имеющей стратегическое значение, с командиром 2-й добровольческой роты Мегейром Арутюняном и ополченцем той же роты Христофом Артином. Уже долгие тысячелетия турецкое государство борется с фактом геноцида, совершенного против армян и его международным признанием не только в политической, но и в научной сфере. Следует подчеркнуть, что официальная турецкая историография по сути идентична искажению истории, особенно когда проблема касается геноцида, совершенного против армян. Поручение создать историю по-новому и удобным для них способом, то есть фальсифицировать ее, было дано турецкой историографии основателем турецкого государства Кемалем Ататурком. Данный вопрос находился под его непосредственным контролем. Турецкое историографическое нападение на армянство особенно активизировалось после 1965 года, процесс продолжается по сей день. В настоящее время вопрос геноцида, совершенного против армян, является проблемой номер один в турецкой историографии, в направлении которой она осуществляет скоординированную политику. В контексте всего этого достаточно интересные статьи и интервью турецких историков, имеющих точку зрения, отличающуюся от государственного тезиса. В ходе обсуждений, начавшихся с 2005 года и особенно после подписания армяно-турецких протоколов, некоторые турецкие историки, аналитики с более объективным подходом, начали публиковать статьи и давать интервью по вопросу геноцида, совершенного против армян, в которых иногда можно встретить примечательные открытия и признания. Отметим также, что упомянутые материалы в основном нашли место в сравнительно более свободной турецкой прессе. Представляем мнение, высказанное несколькими турецкими учеными относительно осуществленного против армян геноцида, которые свидетельствуют о событиях, происходящих в небольшой части турецких научных кругов. Полная статья доступна на нашем сайте. Министерство иностранных дел Армении распространило заявление о похищении жителей Арцаха пограничниками Баку, подчеркнув, что подобное поведение Баку является выпиющим нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением. В заявлении, в частности, говорится, примечательно, что операция бакинских властей является фактической реализацией постоянно звучащих угроз, а также заявление, сделанного главой государства 28 мая о том, что КПП на Бердзорской дороге станет уроком для армян. Армянская сторона неоднократно предупреждала международных партнеров, призывая осудить это и другие подобные заявления. Этой операцией Баку непосредственно демонстрирует, что уже давно озвучиваемые Арменией опасения отражают всю серьезность и безоплагательность существующих рисков этнических чисток. Напомним, что 29 июля 68-летний Багиф Хачатрян, переводимый в сопровождении Международного комитета Красного Креста из Арцаха в Армению, с серьезными проблемами со здоровьем был похищен представителем пограничной службы Баку, отправлен в неизвестном направлении. Позже Генпрокуратура Баку распространила сообщение, что азербайджанские пограничники задержали и перевезли его в Баку. Багиф Хачатрану в Баку предъявлены сфабрикованные обвинения. Члены Комитета по делам Армении Конгресса США выступили с заявлением, в котором назвали блокаду Арцаха этнической чисткой и призвали международные сообщества принять немедленные меры в ответ на блокаду Бердзорской дороги режимом Алиева, продолжающуюся уже несколько месяцев. Международное сообщество слишком долго наблюдало со стороны, пока этот кризис обострился до критической точки, когда жизни десятков тысяч людей в настоящее время находится под угрозой. Между тем, президент Алиев не столкнулся с какими-либо последствиями жестокой кампании по насильственному выселению проживающих в Арцахе и Армян с исторической земель. Это установление этнической чистки. Международное сообщество должно использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы положить конец в блокаде, вновь открыть жизненно важную магистраль и предотвратить катастрофический гуманитарный кризис. Мы призываем администрацию Байдена действовать немедленно и помочь положить конец этому преднамеренному и просчитанному кризису мирным путем. Азербайджанские силы продолжают преследовать, арестовывать и убивать людей в Армении и Арцахе. При этом ложно объявляя территорию Армении своей, заключили конгрессмены. Знание – это путь к избавлению от тьмы невежества. Поиск истины, понимание истинной реальности – одна из проблем человеческого познания с древних времен. Эти восприятия формируют мировоззрение каждого человека, каждой нации. Научи нас вечному наставлению и мудрости. Дай нам различать истину и ложь. Банк Кармац. Из книги «Вечное наставление», преподнесенной жрецом Мигром Айказнуни, «Важность отличать истину от лжи» напоминает нам о наших предках. Согласно Платону, роль просвещенного человека-философа состоит в том, чтобы вернуться в общество и просвещать других. Однако человеку, достигшему высокого сознания, нелегко сделать свои идеи понятными тем, кто бродит во тьме, как те, кто заперт в пещере и преподнесет им новую истину. Потому что, не зная о существовании настоящей лучшей жизни, те, кто прикован цепями к пещере, предпочитают тьму, не желая избавляться от нее. Более того, после экстравагантного солнечного света в темноте темные пещеры мудрого человека считают слепым. У нас есть завет всегда и к свету, и мы идем своим путем. Ванес Туманян. Выйти из пещеры. Войти из пещеры. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Войти из пещеры. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok ДимаTorzok